В областной научной библиотеке назвали победителей конкурса «Эссе. Дневник читателя». О том, насколько это репрезентативная выборка вкусов новосибирских друзей книги, мой коллега Антон Веселов. Конкурс объявили еще весной. Предложили предъявить отзывы о прочитанном, личной рецензии, сетевые комментарии и даже попытке интервью. Что по итогам года литературы можно сказать о Новосибирске? Имеет ли в нашем городе значение слово «печатное»? Об этом расскажет заместитель директора по научной работе Новосибирской государственной областной научной библиотеки Владимир Деев. Он с нами на прямой видеосвязи. Владимир, давайте начнем с плохого. Массовая культура таки уберегла сибиряков от великого или нет? Добрый день. Конечно, однозначного такого вывода делать не стоит. Тем не менее, негативное влияние массовой культуры мы можем констатировать. Хотя бы говоря об масштабе участия новосибирцев в нашем объявленном конкурсе. Времени было достаточно много. Но в нем приняло участие чуть более 100 человек. Безусловно, это, прямо скажем, мало. Это при том, что библиотека пользуется спросом, так скажем. Сколько десятков людей в день приходят за книгами? Ну, примерно. Примерно в районе 200-300 человек к нам приходят. То есть это половина ежедневной порции, что ли, человеческой? Половина, да. Ну, при этом из этих 100 человек сито первоначального отбора прошло лишь 46 работ, из которых потом уже жюри выбирало победителей и лауреатов, номинантов. Но при этом все-таки участники были, и те, кто прошли, показали достаточно высокое качество и своих текстов, и понимание текстов, о которых они писали. И это говорит о том, что есть таки читающая публика. Знаете, ученые, это нас постоянно пугают тотальной дислексией. Дескать, только гэги, любовные истории в фаворе, и те в видеоформате. Остальное вообще не помещается в мозг. И люди, главное, не готовы сделать какой-то вывод об увиденном или прочитанном. Ну, вот, видимо, опять же говоря о количестве участников, это тоже подтверждает. Проблема неграмотности, проблема дислексии, она присутствует. Люди боятся высказать, видимо, свои впечатления. Ждут указаний. Ждут указаний. Может кто-нибудь за нас выразит, а мы спишем. Примерно так, наверное, таким вот образом. Ну, и хорошо, что есть те, кто все-таки готовы высказаться и готовы представить свое мнение, высказать свое мнение о том, о чем они читали. А при этом эти мнения действительно довольно интересны бывают. Ну, вот что у них в топе, у этих 50 оставшихся? Знаете, как, ну, разброс довольно большой, с точки зрения тематических, да? Здесь и современная литература, современная, и классическая литература, как отечественная, так и зарубежная. Ну, например, какие-нибудь названия? Ну, вот, очень нас порадовало, и первое место мы выдали, жюри отдало в номинации «Лучшее эссе о прочитанном». Это эссе по рассказам Василия Шукшина. То есть наш сибиряк, земляк, и действительно очень качественный, не потому что он сибиряк, да? Потому что само эссе очень хорошего, хорошего качества, с хорошим проникновением и описанием своего понимания этого текста. С другой стороны, второе место вот в этой номинации заняла там Ударошкова Ольга Дмитриевна за эссе «Всем родом из детства» по книге у Лицкой девочки. Значит, в номинации «Лучшая эллистрация к прочитанной книге» здесь были книги «Вальзы». Да, у нас вторая номинация была по вот эллистрациям, по, значит, эллистрации к роману Скотта и Венга. Второе место у нас заняла Ортмар Лариса Евгеньевна. А в третьем месте мы присудили за вот эллистрации книги «Бакланова. Пять земли». А в первом месте, вот первое место, получила в этой номинации Кузнецова Оксана Анатольевна из эллистрации книги Хертенхубера «Как жить в ладу с самим собой». Я, честно говоря, честно признаюсь, сам не читал этой книги. Действительно, разброс большой. Мне интересно, в этом списке есть ныне живущие сибирские авторы, региональные авторы? Не было. Не было ныне живущих сибирских авторов, к сожалению. И вот, ну, не только этот конкурс проводился в рамках года литературы. ГПНТБ, наша другая библиотека вместе с нами и другими библиотеками области, Новосибирским библиотечным обществом, проводила в этом году исследование как раз вот по чтению сибирской литературы. Кто что знает, да, о каких писателях. Ну, тоже результаты не блестящие, прямо скажем. Проблемы есть. Из самых таких читаемых и продаваемых, и тех, кто на слуху сейчас, это Михаил Николаевич Щукин, у которого достаточно много работ выходит, вот, исторических романов. И, ну, понятно, Маранин, Мифа Сибирск, вот эти вот романы, которые, ну, они издаются, продаются, видимо, поэтому их более-менее знают. А вот старшие поколения, в общем, молодцы. Да, да. Ну, при этом, опять же, можно говорить о том, что вот возрастное поколение, старшее поколение прежде всего является участниками вот этих вот конкурсов. И исследований конкурсов про молодежи, к сожалению, нужно работать.